Всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube канал, где я рассказываю про интересные ICO проекты этого года. Сегодня я хочу поговорить про проект, который называется Alligator Coin. Почему он привлек мое внимание? Потому что данный проект успешно преодолел отметку в softcap, которая была порядка 1 миллиона долларов. И как вы видите, почти 4 миллиона долларов данный проект собрал. Кто-то может сказать, что это не очень много, но тем не менее и рынок сейчас достаточно тяжелый для сбора средств. И тем не менее, собрали достаточно неплохую сумму. И думаю, данный проект как минимум достоин внимания. Что еще хочется отметить, что достаточно неплохие рейтинги у данного проекта. Вот здесь можно опять же на сайте найти и посмотреть обзоры. То есть достаточно неплохо оценили данный проект. Что же, давайте теперь непосредственно к сути самого проекта. Проект этот из электронной коммерции. И как известно, что торговля это у нас двигатель прогресса. Так было и так есть и так будет. Сейчас большую популярность набирает непосредственно рынок электронной коммерции. То есть еще можно сказать, что данный рынок развивается. Потому что интернет не везде еще используется настолько плотно, сильно. Не такое большое количество людей. Но чем больше будет увеличиваться количество интернет-пользователей на нашей планете, тем, естественно, коммерция еще больше будет развиваться. И тем шире будет становиться этот рынок. Чем полезна, точнее, чем хороша торговля в интернете, тем, что она дает широкий ассортимент товаров. И при этом вы можете спокойно выбирать данный товар дома, смотреть все необходимые характеристики, при необходимости обзоры смотреть. И уже со спокойной душой ложить данный товар в корзину. И, в принципе, делать удобные оплаты в любом виде. Раньше это были фиатные деньги. Сейчас еще хорошо, что, думаю, скоро появится возможность у нас платить и криптовалютой. Уже где-то она используется. Но, конечно, это не повсеместное использование. И самое главное, что покупки мы можем совершать с 24 на 7. То есть интернет, магазин работает круглые сутки. Ну, естественно, там какие-то есть, может быть, ограничения по доставке. Хотя, насколько мне известно, сейчас даже пытаются сделать так, чтобы доставка была, в принципе, возможно, чуть ли не в любой день, в любое время. Что, опять же, говорит об удобстве. Ну, оно и понятно, что сейчас высокий рынок конкуренции в e-commerce. И, соответственно, у кого доставка, у кого условия лучше, тот и побеждает на данном рынке. Для продавцов какое преимущество владения интернет-магазинов? Что, что не отпадает необходимость содержания аренды. И, соответственно, это, как минимум, убирает лишние затраты. И, соответственно, продавец может сделать, допустим, скидки на товар за счет того, что у него уходят лишние платежи. И что еще хочется сказать, что данный рынок достаточно растущий. И, соответственно, проекты, вот как Alligator Coin, они выходят еще на рынок, который все еще растет. И по разным оценкам к 2021 году достигнет 4 триллиона долларов. Ну, это достаточно высокая сумма. Какие есть минусы взаимодействия с интернет-магазинами, которые сейчас можно выявить? Это, конечно же, не всегда понятные сроки с доставкой. Также есть разочарование, что на картинке мы видим одно, а в итоге к нам приходит другое. И также не всегда бывает, в принципе, что мало того, что приходит, так скажем, товар ненадлежащего качества, бывает, что приходит вообще совершенно другой товар. То есть вы заказываете одно, приходит другое. И, соответственно, такие проблемы существуют. То есть, несмотря на все плюсы интернет-магазинов, есть и минусы. И, соответственно, надо этот сервис улучшать. И, конечно же, такие проекты будут появляться, как, допустим, Alligator Coin, который как раз-таки и хочет решить данную проблему. Что интересно еще в проекте Alligator Coin, то, что они предлагают доставку дронами. Это достаточно интересный способ доставки товаров. А вот, кстати, в White Paper как раз-таки есть статистика по рынку. Это от тех цифр, о которых я говорил. И вот она цифра в 4 триллиона долларов. И вот то, что интересно, собираются добавить доставку дронами. Что, конечно же, будет очень сильно выделять среди конкурентов. И что хочется сказать, что... В принципе, проект Alligator Coin будет стремиться не только добавить, конечно же, дронов курьеров, которые помогут быстро доставлять товары. Основная задача – это экосистема гармоничного электронного рынка на технологии блокчейн. Это означает, что пользовательская информация будет храниться в зашифрованном виде. Соответственно, уровень безопасности увеличится в разы. К тому же будет введена возможность оплаты с помощью сетчатки глаза, что через камеру ноутбука. И это еще не все. Разработчики предлагают абсолютно свежее решение в оптимизации поиска необходимого товара благодаря широкому спектру возможностей искусственного интеллекта. Как это будет выглядеть? Вы сделали какой-то заказ в интернет-магазине. Искусственный интеллект обработает ваш заказ и при следующем обращении в интернет-магазин вы даете ряд товаров, которые вы ищете на основании анализа предыдущих ваших действий. Такой подход – однозначно сократить время пребывания на сайте интернет-магазина в поиске необходимого продукта и поможет пользоваться найти нужный товар и нужный товар. А чем это удобно для продавца? Продавцы получают дополнительные возможности для продажи своих товаров и, соответственно, это сделает еще процесс использования платформы удобным как для покупателей, так и для продавцов. Вот здесь как раз-таки написано «Allegato Delivery Drones». Как раз-таки рассказ про дроны, которые будут использоваться на данной платформе. И вот как раз-таки про искусственный интеллект. И вот что самое интересное – система оплаты через глаз. Но это пока что выглядит как-то футуристически. Но посмотрим, если удастся реализоваться, то это будет достаточно интересное решение. По крайней мере, я лично ранее такое не встречал. Что еще здесь? Ну вот показано как раз-таки, как будет формироваться платформа и экосистема. Тут, в принципе, все понятно. И далее уже идет рассказ про основные моменты, которые будут действовать по роудмэпу. Это мы можем посмотреть уже здесь на сайте. Что важно отметить, то, что в третьем квартале уже запустится полноценный аппликейшн полноценный и планируют залистить Alligata Coin. И в виде в квартале, в конце, в общем, 2018 года будет идти полноценный development, разработка платформы. И далее, далее, посмотрим, какие еще даты. Вот как раз-таки, видите, только в конце 2019 года, я так понимаю, это запуск как раз-таки вот этой оплаты глаза. Ну, то есть, как вы видите, у них процесс расписан на несколько лет вперед, потому что разработка такой платформы, естественно, требует достаточно больших сроков. Ну, то есть, оно и понятно, вполне реалистично, и было бы странно видеть здесь более, наверное, короткие сроки. Теперь давайте перейдем непосредственно к самому ICO проекта. Что о нем можно сказать? Сейчас я информацию здесь видел на сайте. Да, как вы видите, сейчас цена идет порядка 50 центов за токен. Завершится буквально через пару дней. Так что будьте внимательны. Есть как раз-таки время подумать, посмотреть на данный проект, ну, и, возможно же, по желанию принять в нем участие, ну, или, как минимум, остаться следить за судьбой данного проекта. Также на сайте можно найти калькулятор, где вы можете посмотреть, сколько будет стоить токен. Как вы видите, к приему принимаются следующие виды валют, даже доллары принимаются. Тут вот вверху как раз-таки есть счетчик, указывающий на то, сколько времени осталось до закончания сейла. Вот такой вот проект. Как вы видите, он достаточно амбициозный и, наверное, делает пару фишек, которые не делают конкуренты на данный момент. Но, с одной стороны, это вызывает интерес к проекту, с другой стороны, это может повлиять на появление каких-то новых вопросов и, соответственно, будут вопросы к команде, насколько они справятся с данной реализацией и справятся с конкуренцией. Что хочется отметить, что команда у проекта большая, опытная, умеет работать в e-commerce определенно и, в принципе, достаточно неплохо уже имеет опыт и ведения бизнеса, и ведения проектов. Но, как бы, интересно будет за ней понаблюдать. Информация о команде есть на сайте, ну, и также есть необходимые ссылки на LinkedIn для того, чтобы вы могли посмотреть опыт и, ну, возможно, с кем-то пообщаться из команды. Это уже по желанию. Также, вот, как видите, есть онлайн-чат. На данном моменте все. Спасибо, что смотрели данный обзор. Всем пока!